Друзья, всем не хао, с вами я, Эдскрайбер. Сегодня мы нарисуем и обозначим Redmi Note 8, потому что мы в преддверии новиночки, мы ее ждем. И нам хочется узнать последние новости об этом телефоне. Это Scribe News. Погнали! Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там есть ссылки на разные телефоны, купоны, скидки на разные товары. Все, что, друзья, вам нравится, проходите. Ссылочка в описании под этим видео. А в сеть утекли некоторые рендеры, вы сейчас сможете видеть их на своем экране. Соответственно, мы тоже рисуем приблизительно концепт Redmi Note 8, благодаря утечкам рендеров. Если он будет выглядеть именно так, то это действительно очень здорово. Здесь есть очень много интересных деталей, друзья, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первая и самая важная, конечно, деталь, это основные камеры этого смартфона. Недавно в сеть слили видео, на котором показано, как собирается Redmi Note 8. Соответственно, там не три камеры, как мы предполагали, а целых четыре камеры. И с первыми тремя все понятно. 64 мегапикселя основной модуль. Крутой, навороченный, понятное дело, как он будет снимать, еще неизвестно. Все это будем тестировать, друзья. Верхний модуль это телеобъектив на 8 мегапикселей. И нижний это широкоугольный объектив на 12 мегапикселей. Эта комбинация нам, друзья, уже очень знакома и очень понятна. Но здесь есть еще и четвертый модуль. Вот это очень интересная деталь и очень интересный момент. Возможно, четвертый модуль будет стоять в Pro версии. То есть, так называемый Redmi Note 8 Pro. А не в обычной версии. Так вот, зачем нужен этот модуль? Я могу, друзья, предположить, что этот модуль будет дополнять основную камеру. И помогать ей делать еще более навороченные и красивые снимки. Возможно, эта камера установлена для того, чтобы расширить динамический диапазон. И вкупе с основной камерой они будут выдавать более яркие, четкие динамические снимки. Если вы помните, такой же принцип использовался в Huawei P20 Pro. Там было три камеры, но не так, как сейчас мы привыкли. Широкий угол, теле и основная камера. Там третья камера была для того, чтобы добавлять больше света динамического диапазона для основной камеры. Таким образом, соединяя два этих снимка, фотография получалась более интересной, более живой и более насыщенной. И тогда, действительно, в том году это был реально большой прорыв. Скорее всего, здесь будет то же самое. А если верить рендерам, то камера будет выпирать не очень сильно. Это, друзья, очень радует. Возможно, чехол, который будет идти в комплекте, наконец-то будет закрывать эту камеру и не нужно будет покупать новый чехол. Но все это подробности будущего мы еще посмотрим. Зарядка. Зарядка обещает больше 10 Вт. То есть, скорее всего, это будет 18 Вт. Наверное, стандартная зарядка уже должна быть для Redmi Note 7 и тем более для Redmi Note 8 Pro. Это очень хорошая новость, потому что это Quick Charge 3.0. Хорошая быстрая зарядка. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, будет встроен в экран. Если это будет так, то значит, у нас здесь автоматически идет Amoled Matrix. Если сканер отпечатков будет встроен именно в заднюю панель, тогда это будет, скорее всего, IPS-матрица. Но здесь еще возникают вопросы. Ну и самая долгожданная новинка, наверное, которую мы ждали в Redmi Note 8 и о чем я анонсировал в предыдущем видео о Redmi Note 8, это NFC. Наконец-то. Президент компании об этом заявлял неоднократно, говорил, намекал и что-то делал. Но будет ли NFC в этом телефоне? Последняя утечка и последняя информация по поводу этого телефона, ничего не говорится. И это, друзья, очень странно, потому что NFC, ну, как бы мы очень-очень ждем в этом телефоне. Перейдем, наверное, к самому большому плюсу этого телефона. Это батарея на 5000 мАч. Если это будет действительно такая батарея, будет очень здорово, потому что 4000 мАч это было уже, в принципе, очень даже неплохо. Ну, Asus Zenfone Max Pro M1, Asus Zenfone Max Pro M2 выдавали нам батареи по 5000 мАч и были очень долгоиграющими интересными телефончиками. Теперь, если у них будет NFC, если у них будет 5000 мАч, то Asus придется очень даже не сладко. Это была хорошая новость. А плохая новость, друзья, здесь будет стоять, скорее всего, MediaTek Helio G90T. Как заявляют разработчики этого чипа, он является игровым, но это, друзья, типа-типа-типа такой игровой процессор. Его даже, друзья, нельзя сравнить с 855 Snapdragon, потому что это просто нонсенс. 855 Snapdragon построен по 7-нанометровому техпроцессу, а Helio G90T по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76, также 6 ядер Cortex-A55, частота 2,05 ГГц. И, конечно, ни в коем образом он не может тягаться с 855 Snapdragon вообще никак. Тем более, здесь видеоускоритель Mali-G76, который выдает 800 МГц. И процессор этот будет, скорее всего, на уровне 730 Snapdragon. Тесты в Antutu приблизительно показывают такие же результаты. Но, друзья, что бы вы выбрали? Helio G90T или 730 Snapdragon? Друзья, мой ответ очевиден, вы, наверное, его знаете. Вот сверху голосовалка, там тоже можете проголосовать и пишите об этом в комментариях. А также утихли слухи, что топ-менеджер уже пользуется Redmi Note 8. Своё очередное сообщение он написал именно с этого смартфона. Lui Bean также подтвердил, что аппарат получил быструю зарядку мощностью более 10 Вт. Но самого главного Lui Bean, конечно же, не сказал. Когда предстает нам этот смартфон? Скорее всего, это будет конец августа, когда будет презентовать новый телевизор Redmi. Самый главный вопрос, наверное, для меня, будет ли он нагреваться? Если этот процессор не будет греться, то более-менее с ним возможно жить. Mali-G76, наверное, будет уступать видеоускорителю от Adreno. Это всегда так было и на данный момент, скорее всего, так оно и будет. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Ждёте вы его, хотите ли вы его заказать себе. Жду вашей, друзья, обратной связи. С вами был я, Эд Скрабер. Всем хорошего настроения, всем позитива, добра и пока-пока.